Дорогие друзья, как вы знаете, в эти дни в Якутии проводят соревнования шестого открытого регионального этапа чемпионата профессионального мастерства среди студентов и старшеклассников WorldSkills. И мы рады представить вам заместителя министра образования и науки Республики нашей Андрея Попова и студентку Якутского медицинского колледжа Лилию Эверстову, которая уже готова поделиться с нами итогами чемпионата. Доброе утро. Доброе утро. Итак, Андрей Анатольевич, сегодня уже закрытие, проходит чемпионата. Расскажите, как прошли соревнования? Соревнования прошли у нас в шести площадках по 59 компетенциям и в шести районах нашей Республики. Если сравнить с прошлым годом, у нас есть увеличение компетенций. Если мы в прошлом году провели по 39 компетенциям, то уже, как я говорил, 59 компетенций в этом году. То есть мы сюда включили юниоров, это впервые у нас случилось, это 17 компетенций, туда входят не только студенты наших средних профессиональных образовательных организаций, но и школьники наших школ Республики. А какие-то компетенции можете назвать, какие-то основные? Ну, основные компетенции, это те компетенции, которые мы учим в наших колледжах, техникумах, но при этом мы в этом году включили такие новые компетенции, как геодезия, управление беспилотными летательными аппаратами, вот такие компетенции включили. Лилия, вы участница этих соревнований, да? Сложно ли было вообще принимать участие в соревнованиях, в чемпионате? Вот расскажите об этом все. Да, мне было определенно сложно. Чемпионат не из самых легких, очень много нюансов есть. Я готовилась с начала учебного года, я усердно готовилась почти. А по какой компетенции вы принимали участие? Медицинский, социальный уход. А что вы делали? Я проводила уход за пациентом, неотложная помощь была. И вообще это очень сложно, когда делаешь уже сама. Там оценивают, как ты моешь руки, как ты ходишь, как ты держишь осанку. Это очень много нюансов, это очень сложно. И это все, это баллы. И вы готовились спокойно, то есть по правилам всем, как нужно? Да, все по правилам. Понятно. Это были региональные этапы, так сказать? Да, это региональный этап. Далее у нас сожидается... Ну, в первую очередь мы провели заочный этап. Это она проходила в самих техникум и колледжах. Потом выбирали лучших. И сейчас проводим региональный этап. После этого, если они занимают призовые места, то они проводят сборы на российском уровне. И, соответственно, входят в сборную республики Саха-Якутия. И у нас будет финал в городе Южно-Сахалинске в августе этого года. А вот отборочный? Или это вот и в рамках регионального этапа и проходит отборочный? После этого будет отборочный. После этого финал. А, понял. А сколько участников будет входить в сборную Якутии? С каждым годом у нас участников все больше и больше. Соответственно, в этом году у нас компетенций по сравнению с другими годами больше. Поэтому мы ожидаем, что у нас участников сборной Якутии будет больше по сравнению с другими годами. Ага. Ну и получается, что вы, как никто, наверное, по итогам чемпионата видите и знаете, какие специальности сейчас наиболее востребованы. Куда вот сейчас стоит поступать ребятам после 9-11 класса? Или наоборот, где много ребят, но востребованность не такая большая? Ну, в этом году я начну с того, что мы открыли 26 новых специальностей и профессий. Это очень много. Мы каждый год открывали по 3-4 новых специальностей и профессий. А в этом году мы 26 профессий. Это новое оборудование, новые кадры и так далее, и так далее. И когда мы открываем новые профессии и специальности, мы в первую очередь смотрим на прогноз потребностей кадров в нашем регионе. И в основном мы открыли в этом году специальности, которые связаны с IT-технологиями. Это новые профессии и специальности, а также промышленное строительство. Ну, то есть такие вот рабочие специальности для мальчиков, наверное, да? Да. И еще в этом году у нас около 7 тысяч бюджетных мест было, ну, в прошлом приемной кампании. И на 70 тысяч бюджетных мест у нас было подано заявление 23 700. То есть есть такие профессии и специальности, в которых на одно место претендует 17-18 школьников. Ну, так много. А для девочек медицина все-таки все равно является, да? Да, педагогика, медицина вот такая. Я еще хочу отметить, что в этом году мы для объективной оценки наших студентов привлекли экспертов из других регионов, из 20 регионов. Саша, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Приходите к нам чаще, делитесь итогами чемпионта WorldSkills.